Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада приветствовать вас на своем канале. Вот и подходит к концу февраль. А к тому времени, когда выйдет ролик, наверное, подойдет. И пора подводить итоги. В этом году я решила каждый месяц говорить о том, что связано. Вот на второй раз меня хватило, дальше не знаю. Итак, мой рукодельный февраль. Что же сделано? Хочу я начать с одной вещицы и предвижу ваш разговор. Танюха, это платье январское. Зачем ты хитришь и второй раз показываешь? Во-первых, я хочу показать подарочек от Ирины. Антимоль. Как он пахнет! Вы представляете? Я даже не знала, что дерево так может пахнуться. Оно интересно, но пахнет само по себе. Или оно чем-то пропитано, это кедр. Я не про платье. Платье у меня январское. Я просто к тому, что я его выгулила. А так как горловинка мне кажется большеватой, больше, чем я хотела бы. По вашей подсказочке я связала. Я вот к чему говорю, февральская повезушка у меня. Это смут. Так я его не люблю, но для шарфика здесь маловато. Я набрала прям всего, даже сейчас уже не помню сколько петелек. И все остатки. Если посмотреть, сколько здесь узелков на обратной стороне, это не счесть числа. Но, тем не менее, это не важно. Я насколько хватило, связала просто лицевой дорожкой, лицевой гладью, только, наверное, петельчик 5 и 5 с края, чтобы не заворачивался. Связала платочкой. Сомкнула. Сшила. Здесь это ничего не видно абсолютно. И это, наверное, единственный, не знаю, что там последний-последний снуд в моей жизни. Вот такой снудик у меня получился. И когда я просто накидываю на шею, это идея от вас, дорогие подписчики. Собрала прям буквально все остатки. Мне сейчас за штативом не очень удобно. Но когда я стою перед зеркалом, мне все очень-очень удобно это расправить. И действительно, платьишко приобретает такой совершенно другой вид. С хомутиком становится. Как расправишь, так и будет. Видно, не видно. Я всталю фотографию, где я в этом платьишке. Там, так сказать, официальный тон. Но мне еще очень хочется это платьишко и не в официальном, как-то, но совершенно в другом виде поносить. Для этого нужна определенная обувь. Я тоже пока ее просто, вот я ее вижу, но не нашла. Это без каблуков, такая даже немножечко спортивного типа. И платье приобретает совершенно другой вид. Поднимается ли изделие, если поднимаешь руки? Да, поднимается. Потому что это у меня прям такой прям в каждом четвертом ряду я прям а-ля Хейверт Хейверт. Но меня это совершенно не смущает. Я знаю, на что шла. И кто, конечно, переживает за счет этого. Вот, например, ягодный а-ля Хейверт или черный, у меня не так поднимается, как это платьишко. Но оно мое, я его обожаю. Руками особенно, особо я не, так сказать, машу, когда я в нем... Ну, просто каждая вещь, да, она для своего какого-то случая. Если я знаю, что мне нужно куда-то, где сильно махать руками, поднимать руки, то я, естественно, наряжусь во что-то другое. На это платьишко я очень довольна, просто очень довольна. Я в нем форсила, мне очень в нем уютно. Купила я все-таки нижний еще подклад, простую, обычную. Уж я не буду здесь трясти, потому что меня смотрит и мужчина тоже. Спасибо за советы, где и что, и как. Ну, вот просто самое что ни на есть обычную. Я купила комбинашку, и платье смотрится великолепно. Будь я чуть менее красивой по фигуре, не плюс 100, а минус 100, это совершенно не нужно было бы. А так мне... Вот она вроде ее есть и нет, но тем не менее, без нее мне как-то не очень уютно. А с ней мне просто замечательно. Если платье было покороче, как тунику, то можно было, может быть, и без всего. Но так я полностью защищена, и мне очень-очень уютно. Теперь у меня полный ансамбль, и горловинка у меня охомучена. И ничего не просвечивает. В общем, платье у меня теперь на все 120% есть. Ношу, радуюсь. Аленушку, спасибо огромное. Вот вроде хомутик-хомутик, а вечер отдай. Все-таки день февраля, вечер ушел. Второе мое готовое изделие. Я там не по порядку, я так просто вот что вспоминаю. Это джемпер сыну, океан. Все, о чем я говорю, будут ссылки на отдельные ролики. Джемперочек я не посылаю. Он лежит, ждет своего хозяина. То ли шутишь, что у него столько уже вязаных вещей, что в общежитии, в общем-то, одежда же не только у него, но еще у двух парней в травме они живут. Поэтому, когда он будет приезжать, наверное, будет у нас круговорот вязаных вещей в природе. Что-то только оставит, что-то возьмет. И вот этот джемперок в сложенном виде, я сейчас просто даже мешочек сняла, чтобы не хрустеть, ждет своего хозяина. Очень он мне нравится. Приезжает сын все реже и реже. Я говорю, работает, учится. Но мы обязательно нарядимся и сфотографируемся. Ну, а дальше я могу только рассказать, но показать уже не могу, потому что там была целая серия снудов. У меня я связала розовый снуд. Моя ученица розовую шапочку. Значит, я за свой счет вот снуд говорю. Потом я связала снуд джинсовый из молодежной. Моя ученица голубой. Получается, два снуда, розовый и джинсовый, я могу свою копилочку, так сказать, февраля положить. И были еще носочки. Были еще носочки. Одни мне даже в готовом виде, кажется, нет. Чисто бежевые. А одни есть в готовом виде. Девушка просила показать их на ноге. Чуть-чуть запоздала, как я не догадалась, на своей ноге сфотографировать. Ну, в общем, я попросила сфотографировать. Как вот фотографии прислали, да. Не каждый как-то там все это вот может и имеет возможность. Поэтому как есть, так и есть. Показываю, как смотрятся носочки на ноге. Тут я недавно пошла, фотографировала обложку к этому ролику, навязала в феврале. И сидела в овраге, по-другому не могу сказать. И смотрела, какая красота. Налево, направо. Вы знаете, я очень хочу заниматься фотографией, но я совершенно не знаю законов жанра. Ведь я посмотрела, если в одну сторону сфотографировать, картинка одна. Если сфотографировать в другую сторону, картинка другая. Я даже забыла, туда зачем пришла. И вот такой вот, если ковыль не ковыль, 20-30 сантиметровый, кажется огромными деревьями. Хотя я просто говорю, я внизу в овраге каком-то нахожусь. И вот вид снизу вверх совершенно делает картинку другой. Для меня, для человека это одно. А для, допустим, маленького мышонка, да, это совершенно другой мир. Как для меня целый лес. Мне так интересно это познавать. Так, я отвлеклась, да? Давайте еще про рукодельный февраль. Так, еще в моем рукодельном феврале было очень много приятных моментов, подарков. Вот эта пряжа еще в декабре следовало бы показать. У меня всем заведует сын. И вот именно в декабре он мне ее привез. Он вел переговор с Троицкой Фабикой. Но Троицкая Фабикой очень многим подарила подобную пряжу. Два моточка. Как она называется? Калифорния. 50% мериносовая шесть, 50% акрил, 150 грамм, 45 метров. И я просто оставила ее, ввозила в деревню для красивых фотографий. Но мы так хорошо там новогодние праздники привели, что никаких фотографий я не сделала. А пряжу оставила. А так как дом не жилой, ездят редко, только по большим праздникам. А 23 февраля был следующий праздник, когда то поехали. И мне эту пряжу привезли. Очень толстенькая пряжа, интересненькая пряжа. Конечно, в эту зиму я уже ничего из нее вязать не буду. Вот этот моточек, который хороший, который с этикеточкой. Вообще эта пряжа очень понравилась дочке моей подруги. У меня два мотка, кроме как шапочку из нее не свяжешь. Две шапочки мне не надо. Поэтому вот эту пряжу, которая еще имеет эстетический вид, я подарю с удовольствием юной рукодельнице. Мы будем ходить в одинаковых шапочках. А второй моточек, он побывав в боях, он весь, так сказать, раз в клубочек смотаю. Он без этикеточки. Этикеточка у меня уже ни к чему. Я помню состав, помню все. Ну вот я его оставлю себе и свяжу шапочку. Там шапочка чуть ли не за час вяжется. Или даже меньше. Очень толстая, похожая на ровницу. Пряжа. Многим троицкая фабрика, спасибо за подарок, подарила ее. Очень многим я смотрела на ютуб. И вот она такая секционного украшения. Здесь и зелень есть, и желтенькая, и красненькая. Вот два одинаковых, совершенно одинаковых моточка. 45 метров, 150 грамм, как я уже сказала. Поэтому один моточек я оставлю себе. Второй моточек я с удовольствием подарю. Юной рукодельнице. У нее все получается. Мне кажется, у нее очень большая дорога вязания. Пусть набивает руку. Все равно, когда в копилку связанные вещицы, это как бы самооценку повышает. А из этой пряжи очень быстро можно связать готовое изделие. Так. Еще мой рукодельный февраль, это посылка от Ирины, с которой я совершенно недавно вас знакомила. И которая до сих пор, мои эмоции будоражат настолько, что я никак успокоиться не могу. Замечательный пряжь, замечательные спицы. Я оставлю ссылку на это видео. Ну, царский, шикарный царский подарок. Это первый набор. В моей жизни спиц в разнобросочку были все номера, так чтобы набором нет. Здесь инструкция. Здесь четыре тросика. Наверное, правильно, если назвать. 60 сантиметров. 80, 80 и 100. И набор спиц от 3,5 до 8. Но Ирина прислала мне и троечку, и 2,5, и двоечку. То есть у меня вот фирма Drops полный набор. Конечно, тоже работаю с ними впервые. Ощущения великолепные. Все очень легко закручивается, все очень легко прикручивается. Я прям в какую-то нервану ухожу. Сейчас разъединив. Закручивается все очень легко. Никаких зазоров в местах скрутки нет. Ключик помогает все это хорошо закрутить и открутить в дальнейшем. Конечно, прям вот нравятся мне заглушечки. Подобных спиц у меня вот Алена прислала. Совершенно недавно они появились. То есть когда изделие нужно будет оставить на какое-то время или спицы куда-то перекинуть, то вот такие прекрасные заглушки помогут тому, чтобы петельки не сошли. Великолепные спицы, работать ими одно удовольствие. Хороший инструмент. Это хороший инструмент. Разъемные спицы позволяют, наверное, в отличие от неразъемных спиц, на левую сторону один номер и на правую сторону другой номер. Говорят, что если с левой стороны номер поменьше, а с правой побольше, полотно, лицевая гладь, она смотрится получше. Я ничего не напутала. Я где-то это слышала, но не пробовала. Вот такой прекрасный инструмент у меня теперь есть. Почему-то я интуитивно вытащила пятерочку. Может быть, потому что это я уже перехожу к думкам на март. Думки на февраль у меня были. Это связать джемпер океан выполнила. Связать, ну, хотя бы начать вязать пальто. Я его вяжу горчичное. И кофточку из хлопка я там планировала. Не начинала, зрею. Но зато внеочередных много снудов и так далее. Да, ведь какие-то внеочередные вещи врываются. О своих процессах я здесь показывать не буду. У меня есть отдельное видео. Я сделала у него ссылку. Там только носочки я довязала. Все остальное еще в процессе. Но говоря о думках на март, я, естественно, не удержусь. И что-то из посылки Ирины я все-таки надкушу. К чему-то прикоснусь. Я могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что это будет пряжа. Вот именно Drops Brushed Alpaca Silk. Потому что именно с альпакой на шелке я не работала еще ни разу. Альпака на тонкой-тонкой ниточке шелка. Нежнятина, вкуснятина, мягкость неимоверная. И вместе с тем изысканность. Это вот мои первые впечатления о данной пряже. Хочу довязать пальто. В это время я созрею, что именно. Прямо поставила себе цель. Довязать пальто. Пусть даже пугутя пока не найду, не пришью. Но чтобы изделие было готово. И тогда прикоснуться вот к этой красоте. Наверное, из думок на март я пока больше говорить ничего не буду. Потому что пусть лучше туда и понесет, чем что-то загадать, а потом не выполнить. Вот таким, считаю, достаточно плодотворным получился рукодельный февраль. Я не буду сравнивать один месяц с другим месяцем. Совершенно. Где-то больше связано, где-то больше вышито, где-то ничего не связано. Значит, сделано что-то другого. Я лишь благодарю месяц за ту продуктивность, которую он мне принес. Кроме того, февраль я не могу вроде и сказать нескромно, но и промолчать не могу. Именно на февраль выпала дата юбилей на моем канале. Это 50 тысяч подписчиков. Дорогие мои зрители, просто гости, верные подписчики, новые подписчики. Спасибо вам огромное за те добрые слова, что вы пишете. За те комментарии, за те слова поддержки и слова вдохновения. Я стараюсь скрывать эмоции, но они у меня бурлят. 50 тысяч. Это цифра. Это цифра ого-го. И если раньше, когда Толя говорил про серебряную кнопочку, я только улыбалась ему в ответ. Сейчас я вполне с серьезным выражением лица слышу его разговоры про серебряную кнопочку. Он по-прежнему мой продюсер, он по-прежнему мой путевой. Хотя он не любит, когда я так говорю. Но это так. Это именно так. Поэтому я все-таки скажу об этом. Нас 50 тысяч. И меня это очень-очень радует. Спасибо вам огромное. С огромным удовольствием, надеждой, с прекрасным настроением открываем новую страницу в 18-м году в рукодельном март. Пусть он будет тоже благодатным, насыщенным, плодотворным, приятным. Самое главное, приятным. Всем-всем желаю удовольствия от рукоделия, каким бы видом вы ни занимались. Или может быть от всего другого остального. Может кто-то не любит рукоделие, любит спорт. Не любит спорт, любит что-то другое. Пусть все, чем вы занимаетесь, вам приносит удовольствие. Ведь это так важно, правда? Всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok